и рад приветствовать вас на своем канале сегодня я свяжу стример для ловли щуки он предназначен для спинговой ловли но является универсальным поэтому можно использовать и для ловли нахвостом остановлюсь на некоторых особенностях данного стримера материалов которые используют для его изготовления но дальше приступим к его изготовлению и так во первых этот стример у меня изготовлен на двойнике здесь попробую показать дальше при изготовлении данного стримера я использую материал полоски меха кролика и для того чтобы вот хвостик вы здесь видеть не заваливался при забросах заваливался при падении я здесь сделал небольшую площадку из монофильной лески для того чтобы эта площадка придерживала хвостик если его так будет видно то есть когда стример находится вот в таком положении в воде то естественно хвостик никуда не заваливается он держится в горизонтальном положении если бы не было этой площадке он вывалился вот сюда и в принципе это мешало бы в дальнейшем проводки следующей особенностью этого стримера является то что я здесь использую глазки которые я не клею на непосредственно материал сейчас я их покажу это те же самые глазки 3d я их прикрепил на монофильную леску приклеил повелаком у меня получилось вот такая конструкция для чего это сделал ну во-первых здесь используется достаточно такой мягкий материал это мех кролика для того чтобы не мешать в воде игре вот этой части стримера в данном стримере я не стал клеить глазки к материалу а буду использовать вот такую конструкцию вы в дальнейшем видите как-то крепится но во всяком случае используем таких глазок дает возможность меху вести себя в воде более естественно не придавливается лаком никаким-никаким клеем поэтому стример себя ведет в воде достаточно интересно в данном стримере я использую всего два цвета это расцветка гризли желтый и расцветка гризли хот пинк использовать можно различные цвета кому как понравится и я почему-то решил использовать такое сочетание цветов наверное мне кажется что он достаточно интересно теперь приступим к изготовлению стримера для изготовления данного стримера я использую двойник размер 1.0 можно использовать и больше крючок для ловли щуки он должен быть такой надежный ну и плюс площадка должна быть не короткой поэтому желательно конечно использовать крючки достаточно большие там 1.0 2.0 3.0 можно делать на одинарнике я здесь использую на двойнике да еще на что хотел бы обратить внимание вот этот мой стример его применять нужно в положение чтобы острие крючка двойника смотрели вверх и так приступим прежде всего так как крючок не спаянный обычно мне нужно сделать таким образом чтобы он туда-сюда не ходил поэтому я его сначала стягиваю ниткой для надежности вот мы закрепили в два вот этих вот крючка они не ходят относительно друг друг так теперь закрепляем площадку площадку я делаю из лески диаметром 0,8 врачу ваше внимание если острие крючка жало смотрит вниз то хвостик будет располагаться в верхней части вот так соответственно и площадку надо ставить сверху таким вот образом если делаем расположение крючка где жало острие крючка повернуты вверх то соответственно и площадку надо крепить таким вот образом то есть вот здесь и 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 мы закрепили площадку мы закрепили хвостик должно все лежать ровненько вот смотрим все лежит у нас очень ровно площадочка здесь хвостик здесь хвостик тоже должен лежать ну как бы относительно крючка ровненько чтобы никуда не отдаливался отлично теперь мы переходим к формированию тела и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, стример готов. Субтитры создавал DimaTorzok Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА